Ко Христу подходит некий законник и, искушая Иисуса, спрашивает у него, «Скажи, какая наибольшая заповедь в законе?» Почему он спрашивает о наибольшей заповеди? Потому что у иудеев было 613 митцвод правил. Вот какое правило и какая заповедь из этих всех большая? Они действительно спорили между собой, а что важнее, соблюдать субботы или соблюдать в первую очередь правила очищения? А может быть, соблюдать другие множества правил и запретов? Так какое же из них больше? Искушая, спрашивает законник у Иисуса. И Иисус Христос отвечает ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем помышлением твоим. Это первая и наибольшая заповедь в законе. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. В этих двух заповедях и содержится весь закон и пророки». И вот сегодня, услышав эти удивительные, сладчайшие слова нашего Господа, мы еще раз с вами должны вспомнить о самом главном, без чего все ничто – о любви. Апостол говорит, «Если я раздам все имение мое и отдам все тело свое на сожжение, о любви не имею, я медь звенящая и кимвал звучащий». И так о любви, которая есть главная в цели и задачах каждого христианина. Если каждого из вас, стоящих сегодня в храме, спросить, «А вы любите Бога?» И каждый наверняка скажет, «Да, Господи, я люблю Тебя». Но если мы посмотрим на жизнь каждого из нас, на поступки каждого из нас, на слова, на мысли, на дела, то мы поймем, что на словах-то мы любим Господа, а делами, поступками, словами и мыслями мы отрекаемся от этой любви. И тем самым уже нарушаем заповедь, без которой нам не спастись. Вот почему так важно для нас услышать эту заповедь Христову, которую Он сказал законнику, но Он сказал всем нам, всем сегодня живущим православно верующим христианам. Потому что без любви все ничто. Причем эта любовь не просто на словах, ведь сам Бог воплотил эту любовь на деле. И мы слышали сегодня в Евангелии слова, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Вы слышите, Бог не просто говорит о любви. Он так возлюбил, что отдает Своего Единородного Сына. И давайте вслушаемся в эти слова, чтобы верующий в Него не погиб, но имел бы вечную жизнь. Вот потому, дорогие, сегодня Церковь и обращает наши взоры именно к этим словам нашего Спасителя. Любите. Потому что это и есть новая заповедь, которую принес Христос в мир, который этой заповеди не знал. Он не понимал, что значит любить. А любовь, она долго терпит, она милосердствует, она не ищет своего, она все покрывает, всему верит, на все надеется. Она никогда не перестает. Вот как важно нам, православным христианам, в современном мире, который потерял любовь, который ожесточился, который готов враждовать друг с другом, вспомнить о любви к Богу и к тем людям, с которыми живем и трудимся рядом друг с другом. Эта любовь стяжается прежде всего молитвой, разговором с Богом. Если мы начинаем обращать свои мысли, слова к Богу, мы приближаем к себе любовь Божию. Господь не случайно говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Что значит возлюбить Бога всем сердцем? Сколько у нас сердечных помышлений? К чему мы только не стремимся? Вот почему Господь и говорит, там, где сердце ваше, там и сокровище ваше будет. Вот к чему стремится наше сердце? К земному благополучию? К хорошей зарплате? К успеху? К здоровью? А ни к небу, ни к Богу, ни ко Христу, ни к Царству Христа Спасителя, где нет болезней, нет печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Вот почему возлюбить Господа всем сердцем и помышлением и, значит, думать о Христе, искать место, где о Нем говорят, где о Нем рассказывают, почитать о Нем, услышать о Нем. Всякий раз, когда мы идем, что мешает нам думать о Боге? Всякий раз, когда мы что-то делаем, кто мешает нам вспомнить о Создателе всех благ и подателю каждому из нас этих радостных даров Божьих. Что мешает нам вспомнить о Боге, когда мы ложимся спать или просыпаемся, выходим из дома и возвращаемся в Него, и сказать эти простые слова «Господи, благодарю Тебя, благодарю Тебя за все, за сегодняшний наступивший день и за то, что Ты берег меня в течение ночи от всякого зла. Сохрани меня, Господи, и дай, Господи, всем родным и близким моим мира, радости, любви, здоровья, да сохранит Господь всех любящих Его». Что мешает вот так идти и собеседовать с Господом? Ничего, только наша ленность. Мы думаем совсем о другом, мы думаем о работе, мы думаем о всевозможных делах. Без этого тоже нельзя. Но как только мы снова обратим сердце к небу, мы снова должны сказать «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Мы должны, дорогие, стяжать любовь Божию через чтение Евангелия. И это следующий совет, как приблизить себе эту любовь. Читающий Евангелие просвещается. К читающему Слово Божие приближается любовь, потому что именно там написано «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир». Вы слышите, зачем пришел Христос? Не судить, а чтобы указать нам путь. И Сам прошел этим путем несения креста до конца, до самой Голгофы, до смерти. Но и победил смерть, и воскрес в третий день, как сказал. Вот потому, когда мы читаем эти слова в Евангелии, наша душа согревается, наша душа просыпается. Это окамененное нечувствие словно открывает нам всю мягкость и человечность наших сердец. А потому без чтения Евангелия, без молитвы, без помышления о Боге нам не исполнить эту заповедь, любить Бога всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим. И, конечно, Господь дает нам заповедь, без которой нельзя полюбить Бога без любви к ближним. Потому что Сам Христос через Евангелие доносит нам, устами своих апостолов, «Если ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь, то ты лжец. Ибо как можешь ты любить невидимого, когда видимого перед тобою, стоящего, живущего, работающего, ненавидишь». Вот чтобы не стать лжецами, нам нужно бороться в себе, побеждать в себе ненависть к ближним, а наоборот пробуждать в себе прощение. Чаще напоминять в себе о грехах, в которых мы живем. Потому что если мы судим, мы таким же судом будем судимы. Если мы осуждаем, то будем осуждены, а если прощаем, то прощены будем. Вот к чему нас призывает работа, когда мы находимся рядом с ближними. А значит, не будем превозноситься над ними, не будем ставить себя выше других, будем смиряться, потому что сам Христос принес нам это учение в самом собственном жизненном опыте. Придите, научитесь от меня, говорит Христос, ибо я кроток и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть. И как важно нам, дорогие, особенно сегодня, вспомнить о ближних наших, о тех, которые сегодня не просто рядом, не просто под одной крышей, о тех, которых сегодня мобилизовали на фронт. Вот сегодня нам нужно тоже позаботиться о них. и каждый должен подумать, а что я могу сделать для моих ближних, которые ушли за меня умирать, сражаться, а может быть, даже и не вернуться обратно в свою семью. Вот совсем недавно у меня был один представитель государственной власти, который его попросил, дайте, пожалуйста, списки всех, кого мобилизовали из Краснодарского края. Мы будем молиться о них за божественной литургией, поминать на частички, на проскомидии. Дайте списки, мне не нужны фамилии, мне не нужны адреса и их телефоны. Дайте имена крещенных мужчин и женщин, которых призвали. Мы будем молиться за них, ведь не только надо воздыхать, сожалеть, тосковать. Кто будет о них молиться Богу? Спаси их, Господи, воинов и защитников, Отечества нашего и помилуй. И он мне пообещал дать такой список даже по Краснодарскому краю, потому что он представитель краевой власти. Я попросил его дать все-все те тысячи, которые есть. Мы обязательно передадим их владыке Григорию, а если это будет из Сочи, то сочинскому владыке, из Армавира, Армавирскому, из Туапсе, то Апсинскому, из Новороссийска, Новороссийскому, из Тимашевска, Тимашевскому. Наши краснодарские, юбилейные, сколько уже призвали, ребят. А мы не знаем их имена, поэтому я прошу вас, братья, если вы знаете, кто из ваших родных и близких уже пошел защищать наше Отечество, принесите имя этого человека отдельно, принесите мне. И скажите, батюшка, вот мой брат или там сосед пошел родину защищать, а помолиться о нем некому по-настоящему. И мы будем молиться об этих ребятах, которые ушли, нас с вами защищать. Они полагают душу свою за нас, за ближних своих, и они проявляют эту истинную любовь, не страшаться, не бояться, не убегают, как трусы, которые бегут, как крысы с корабля. Я узнал 1715 машин, которые сбегают из России на границе с Грузией. Бегут, причем это элита бежит, это бомонд бежит, это представители различных властных структур, и их детки убегают. А простой народ остается. Нам с вами некуда бежать. У нас одна Родина, у нас одна Кубань, у нас одна Россия. И те, которые ушли за нее, сражаться сегодня, в окопах. А я вам хочу сказать, что один только бронежилет, каска, и все это мунирование весит 32 килограмма. А ну-ка, в окопах сегодня. Вот сидят эти ребята. Сегодня, в эту минуту. Поэтому я призываю всех вас молиться за защитников Отечества нашего. За тех, кто сегодня ушел. И не скупиться своими средствами, поддержать их. Если нужно сегодня теплое белье, нужно собрать всем. Всем приходом надо собирать. Нужны беспилотники, на беспилотники надо собирать. Не хватает уже средств в бюджете. Уж больно много вывели в зарубеж, в яхты и дома за границу. Это не любовь. Это любовь к себе, а не к родине и к ближнему. И те, кто так допустил, Бог им судья. А мы будем помогать нашим солдатам и офицерам, которых призвал Господь. И не будем в числе тех, которые сейчас «А зачем это? А что это?» Да если там непобедимы, нас с вами не останется. Поэтому мы должны осознать, что уже там воюет не просто российская армия, а после призыва трехсот тысяч наших мужчин там воюет Россия. Там наш русский народ воюет. А значит, это уже не просто сражение армий России и двунадесят языков, которые опять восстают на Святую Русь, как вставали они во времена Наполеона, как вставали во времена Первой мировой, Второй мировой войны, ничему не учатся. Забыли слова святого благоверного князя Александра Невского. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И этим все не закончится. Это надолго, дорогие братья и сестры. Дорогие мои, я хочу закончить на позитивной ноте. Чтобы каждый из нас понимал, что любовь, это не просто некое такое чувство сентиментальных отношений между парнем и девушкой, мужчиной и женщиной. Любовь это гораздо выше. Бог есть любовь. И если ты не любишь, то ты не познал Бога, потому что Бог есть любовь, истинная любовь к Богу. Как сказано в Писании, она изгоняет страх. Вот я хочу попросить всех вас, христиане, чтобы мы в любую пору, в любое время испытаний, которое не выпадет на нашу с вами долю, а на каждое поколение выпадало испытание. На наших отцов и дедов выпало. И кто-то хорошо сказал, на каждое поколение выпадает свой 1941 год. Но и на каждое поколение выпадает свой 1945. Давайте жить победой. Победой русского оружия над всеми недругами, над всеми НАТО, блоками, Америками, Германиями, всеми Европами. Она всегда ненавидела Русь. За что? За то, что Русь-то богоизбранная. Это народ богоносец. И поэтому в Содомской Европе никогда не полюбить святую Русь, как никогда не полюбить дьяволу Бога, когда не полюбить тем, которые ненавидят свет, свет. Потому, дорогие, постараемся укрепляться в самом главном, в любви. Священномученик Киприан, когда в территории, где он окормлял свою паству, началась страшная болезнь, чума, и люди гибли тысячами. Они лежали на дорогах, на улицах, в домах, горели костры, сжигали умерших от чумы. И знаете, что он говорил в своей пастве? Не бойтесь. Не бойтесь умереть. Не бойтесь заболеть. В любви нет страха. Истинная любовь изгоняет страх. И добавлял, разве люди не болеют? Болеем и мы, христиане. Разве люди не умирают? Умрем и мы, христиане. Но мы не должны бояться именно потому, что Христос воскресе. Вот почему христиане не должны бояться. Потому что Христос победил не только наши недуги и страдания, Он пронес их до конца и победил. И эта победа, победившая мир, вера наша. Поэтому и вам, дорогие, я хочу пожелать, не бойтесь. Не время нам унывать, не время нам бояться. Время Бога молить и время рать собирать. Вот к чему зовет нас сегодняшний день и Святая Церковь. Любить Бога и ближних. И ради этой любви, только ради нее и стоит жить. Потому что в конце концов победит любовь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь.